Всем привет! Продолжаем путешествие по книге Анатолия Соколового «Оставший из пепла». Сегодня хочу вас познакомить с биографией и творчеством стихами Ивана Сергеевича Хвостова. Родился он в 1889 году в Орловской области, был сыном пензенского губернатора, погибшего в августе 1906 года во время покушения на Столыбе на аптекарском острове в Петербурге. Семья его принадлежит к ветой дворян Хвостовых, первые упоминания которых известны со времен князя Александра Невска. Кстати, среди предков Хвостова есть литературные деятели, писатели-переводчики. После окончания императорского Александровского лицея с золотой медалью Хвостов поступил на военную службу в лейб-гвардии Семеновский полк, выдержал испытания на должность товарища прокурора и поступил на службу в министерство юстиции. Участвовал в Первой мировой войне, вернувшись в свой родной Семеновский полк, офицер третьей роды Хвостов, сражался на территории Польши. В 14-м году тяжело ранен в бою, был поврежден глаз, это помешало ему продолжать боевую службу. Служил в отделе военной цензуры штаба морсковского военного округа. Наступила революция, как многие из офицеров императорской армии, Хвостов был приговорен к расстрелу. Он стоял уже в приговоренных, но расстрел был отложен. Хвостов получил свободу, сбежал из тюрьмы. На юге России вступил в добровольческую армию, служил в Крыму в отряде по охране в дворствующей государине императрицы Марии Феотой. Три его брата погибли в добровольческой армии. В эмиграции Хвостов поселился со своей семьей в Париже, откуда переехал в Германию и, наконец, окончательно выбрал себе место жительства – Эфиопию. В этой экзотической стороне он работал адвокатом для правительства. Ему приходилось бесплатно защищать бедняков, осадь многих своих подзащит от смерти. Владеющий многими иностранными языками, блестяще образованный офицер он проводил на практике опыт русского судебного производства и суда. Глубоко религиозно страдал от отсутствия русской православной церкви. И в 1927 году ему удалось создать первую русскую церковь в Эфиопии, в которой он был псаломщик. По-моему, так ставится ударение. Получив блестящее образование, он начал писать с малых лет. Писал стихи для себя и при жизни, в общем, не хотел публиковать их. И только после безвременной смерти Ивана Сергеевича его вдова уже в 1960 году опубликовала стихи, собрав их в сборнике песни «Алька Носта». По выражению Ковалевского он был поэтом чельник. Лучшие его стихи навеяны его любовью к верной спутнице жизни Натальи Владимировне Хвостовой. Эта вдохновляющая его тема проходит через его стихотворение молодых лет, военного времени, борьбы за честь России в белой армии и в изгнании. Безвременная кончина Хвостова потрясла не только всю русскую колонию, но и местных жителей, оплакивающих своего защитника и друга. Он скончался в 1955 году в Одис-Абебе. Вот так кратко автобиография. Ну а теперь немножко попробую почитать стихи. «Посмотри, под клики сечи Уже давно со всех сторон По расправе своей плечи Стал великий старый дон. И для братской общей славы На одну святую брань Уж потоком грозной лавы Нас приветствует Кубань. И бойцы Каспийской степи Шлют могучий свой призыв. Миг сомкнутся наши цепи, Миг сольется наш порыв. Ни для злобы, ни для мести Добровольческая рать Вновь подняла знамя чести И зовет нас умирать. Нас на бой зовет Россия И на последний страшный бой С тем, кто чувства дорогие И с поганим клеветой. С тем, кто веру нам святую Православный наш оплот Как ненужную пустую Наглумившись предает. С тем, кто сердце дорогое Все заветное попрал И с бессмысленной враждой Через забытую сковал. Склыхнись же, Русь святая, Все, кого гнилой туман, Нас опутал, призывая На насилие и обман. Братья, время наступает За отчизну умирать, Нас на подвиг призывает Добровольческая рать. Написал он в 1918 году Это стихотворение. Вот следующее. «Мой друг, Стихи мои ведь Это часть души, И лучшая из всех, мне кажется, Частица, Огонь, трепещущий Нерадостной глуши, В полночной страшной нгле Мгновенная зорница. Пускай же жжет Огонь сердца Толпы людской, Пускай лишь для себя Нанизываю строчки, Я с ними чувствую, Что крепче я душой, И прохожу смелее Я жизненные кочки». Красивое стихотворение. Следующее стихотворение Он написал в «Карауле охраны» В «Двостоящей Государине Марии Федоровны». Называется «Янда». Какая ночь, какая мгла Кругом свинцовых туч нависла, Покрывала, но в тьме иной, Но в сумраке другом, Мне кажется, сознание побывало. Но сумрак тот казался мне мрачней, И мгла кругом горела безотрадно, Казалось, свет давно потуши в ней, В той страшной тьме Погаснул безвозвратно, И я в ней был. Мгновение и львика, Как можно счесть, Когда безгран на время, Но в памяти нависло ее бремя, И тьма в душе осталась на бока». Такое стихотворение. Следующее стихотворение называется «Родина». Следующее стихотворение «О, помолись, Чтобы вне тревоги Тебя Господь бы укрепил, Чтобы не остаться на дороге без утешения и без сил. О, помолись, чтоб в час страдания Была бы душа Твоя чиста, Чтобы под гнетом испытания Не меркла светлая мечта, И перейдешь в земную долю, Не оступившись до конца, На себя неблекнущую волю К стопам далекого Отца». Творение написало в 23-м году в Берлине. Ну вот, и заключительность стихотворения Называется на России, написано в Адисабебе В 1925 году. «Пучина темной морей Легла, как пропасть между нами, И небо чуждыми звездами Горит нам головой моей. И все же вечернее порою На северо зур мой обращая, С какой плавенной мольбою К тебе далекое взываю. Ничто, ни солнца яркий блеск, Ни воздух гор, ни море плеск, Ни гроз гремящей стихии Не изменит тебя Россия. Когда верблюды в караван Проходят длинными рядами, Меся громоздкими ногами Песчано-жгучий океан, Когда взлетавшие орлы, Паря недвижно надо мною, Следят, как молнии стрелы, Плеснув газели за скалою. Я знаю, в душу не проник Пустыни многоокий миг, Не стер ли новые картины Не образ северной равнины. Яркая золотая пыль И горы, ставшие на страже, Все растворяется в мираже. Степей, где хмурится ковыль, Где речки синие полоса Бежит мез берегов от логих, Где голубые небеса Горят на куполах убогих, Где что невзором обоймем, Родной, как катер чернозем, Покрытый, как волшебной дрожью, От ветра шелестящей дрожью, Где в светло-пепельной пыли, Как бархат, скрывший всю дорогу, Черикнув, прячет воробьи Свою внезапную тревогу, Где мед и сладкий аромат, Когда идешь, бежой узкой, Болотистый, где пруду скат, Поросший ивы пальмой русской, А в вечер колокольный звон, Лампадки свист, земной поклон, И нежная, как сон прохлада, Аллеи липового сада, А над рекой белый дом, В кустах разросшиеся сирени, И странно бегущие тени Под неподвижным лопухом, Березы, девственная грудь, Белее в роще дубовой, Все повторяет, не забудь, Отчизны с мачехой новой, Из жизни в виде пустоту, Люби малейшую черту Своих былых воспоминаний, Своей любви, своих страданий. Ну вот и все. Сегодня мы познакомились С очередной главой книги Поставший из пепла Анатолия Соколова, Познакомились с поэтом Иваном Сердевичем Хвостовым. Все, всем пока, всем привет, До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok